Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Леонид Швец. Это мой видеоблог, в котором я пытаюсь донести до вас мнение тех россиян о России, чей голос не может быть услышан на родине в силу известных причин. Если вы смотрите этот блог на канале youtube, ставьте пожалуйста лайки, дизлайки, делитесь своим мнением, будем расширять нашу аудиторию. В процессе подготовки своего блога я накапливаю какие-то материалы, ставлю закладки, набиваю папочки, но порой все это идет насмарку, потому что происходит какое-то важное медиа событие, на которое откликаются социальные сети, медиа среда и его невозможно проигнорировать. Так случилось в этот раз. Французский журнал Parimatch поставил результаты расследования журналиста-режиса Жанте и российского журналиста Михаила Рубина, из которого следует, что оказывается в зарубежных поездках Владимира Путина сопровождает сотрудник Федеральной службы охраны, задача которого заключается в том, чтобы собирать фекалии и мочу президента в специальные пакеты, а затем отвозить их в Россию в специальном чемодане. Проследователи считают, что это делается для того, чтобы скрыть информацию о состоянии здоровья Путина. Фарида Рустамова на своем сайте блоги Фаридели дает более подробную информацию об этих обстоятельствах жизни российского президента и указывает, что впервые о такой практике обслуживания хозяина Кремля сообщила в феврале 2020 года знаменитая американская комедийная актриса Джулия Луидрейфус. Она была гостем вечернем шоу Стивена Кольбера на телеканале CBS. И там она вспоминала, как во время съемок в Австрии съемочную группу повели в знаменитый Венский музей истории искусств. И там есть сотрудники музея, которые рассказали, что перед этим музей посещал Владимир Путин. И вот пришлось специально установить биотуалет, чтобы президент, российский президент, в случае если его припрет, мог воспользоваться своей персональной уборной. И эти же музейные работники рассказали о актрисе, что таким же биотуалетом, специальным, собственным, персональным Путин пользуется и во время перелетов в самолете. Актриса еще и пошутила, как будто с нам всем так интересно его дерьмо. Она также рассказала, что ради Путина из залов музея убрали все живые цветы. Путину неприятно все живое, нам ли не знать. Фарида поговорила с человеком, который раньше тесно работал с Путиным. Тот подтвердил, что да, такая практика есть. Больше того, он рассказал, что когда, допустим, Путин где-то пользуется какой-то посудой не своей, хотя в последние годы он пользуется исключительно своей термокружечкой, то охрана следит, чтобы эту чашку никто не забрал. Потом ее либо тщательно протирают, убирают все следы, либо забирают. За отпечатками пальцев тоже следят, если он что-то потрогал. А биоматериалы президента, ну так это называется, охраняются гостайной. Цитата. Доступ к ним дает тебе массу информации. Можно расшифровать ДНК человека, узнать о предрасположенности к наследственным болезням. Болеет ли он сейчас, какие лекарства принимает, какие лекарства на него влияют. Уж не говоря о поиске дальних родственников или внебрачных детей. Это огромное поле для манипуляций. Понятно, что соцсети не могли пройти мимо такой богатой темы. И журнал The Village подобрал, сделал подборочку таких реакций. Там, среди прочих, ну самая, наверное, такая убойная шутка про то, что кал президента Путина путешествует чаще, чем 95% россиян. Здесь же, на страницах этого журнала, можно посмотреть на человека, который вот занят такой ответственной работой. Интересно, как он детям своим говорит, чем он занят. Другое медиа событие, очень важное, которое вызвало достаточно заметную реакцию сети, это заявление Путина на встречу с молодежью о том, что он является продолжателем политики Петра Первого и занимается возвратом российских земель. Причем, судя из его реплики, выходит, что мы находимся только на каком-то этапе этой важной работы. Вот как на это заявление отреагировал политолог Илья Будерайцкий в своем блоге, в своем фейсбуке. Путин ясно описал свое понимание суверенитета, это право на абсолютный внешний и внутренний произвол государства. Все, что сдерживает его на пути экспансии, этот суверенитет ограничивает, превращая страну в колонию. Между колонией и суверенной державой, согласно Путину, нет промежуточных станций. Первые всегда проигрывают, вторые обречены на победу. Никакого реализма в этом подходе уже нет, так как реализм направлен на поиск международного равновесия, который находится во выражении в сдерживающих государственных институтах. Путинская теория суверенитета – это чистое движение power власти, которое не остановится само, удовлетворившись какими-либо поставленными целями. Оно будет идти, пока не будет явного противодействия, пока кто-нибудь его не остановит. Собственно, это то, что мы сейчас видим на Украине, в Украине. А журналист и политолог Александр Баунов обращает внимание на следующее обстоятельство. В 2015 году мало кто сомневался, что Донецк и Луганск с районами вернутся в Украину, пусть и с особым статусом, ну или готовы вернуться. Еще в прошлом году это была официальная позиция, с которой отдельные граждане спорили, в частном порядке. Но сейчас, в случае, если станет вопрос об их возвращении, все вдруг готовы кидать атомную бомбу. Что случилось-то, что те, кто без этих районов в составе России принимали чемпионат мира, обсуждали скоростную железную дорогу от Сименс, путешествовали, ходили на премьеры, вдруг готовы без этих районов умереть с детьми и престолерными родителями. На чем основан этот, с позволения сказать, скачок восприятия, от готовности в принципе вернуть, до «не вернем ни за что, хоть бы самим и всему миру не бывает». И тут, видимо, главная проблема этого невиданного скачка к лучшей никакой России, чем России беспопасной. Она в том, что скачок не основан ни на чем. Между обсуждаем автономию, да лучше все умрем, нет никакого события, которое оправдывало бы столь масштабный сдвиг восприятия. И, как всегда, в таких случаях пустоту приходится прикрывать криком или интеллектуальным фальшфасадом из исторического, извините, говна и геополитических палок. Таким образом, как вы видите, тема экскрементов у нас прошла красной линией через весь этот блок. Прошу прощения, в таких реальных реалиях мы сейчас живем. С вами был Леонид Швец. Всего вам доброго. Пытайтесь сохранять душевное равновесие. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин